Всем привет, друзья, с вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь, и это продолжение нашей карьеры за тренера. Итак, перед началом этого видеоролика хотел бы вам напомнить о том, что на моем канале вышел ролик «Правдивый пенальти», четвертый выпуск, обязательно посмотрите его, ссылочка на этот ролик есть в описании под этим видеороликом. И поддержите, поставьте лайк, напишите комментарий, мне будет очень приятно, и узнать, как вы относитесь к этой рубрике. Ну а мы начинаем. Итак, мы полноценно провели целый сезон в российской премьер-лиге, заняли, если я не ошибаюсь, какую-то 12-ю строчку, 11-ю, что-то в этом роде, за «Динамо», и у меня почему-то только под конец пришла хорошая мысля. Итак, мы не будем больше играть вот эти вот матчи, что как от лица тренера, да, это прикольная штучка, но она себя не оправдала. Мы отыграли весь сезон, но таким составом, как «Динамо», мы должны были, ну, выше где-то уж точно в топ-10-то занимать, топ-8, все такое, поэтому мы будем просто скипать матч. Мне кажется, так будет правильно, так будет лучше, но мы посмотрим. Также выпуски так намного быстрее будут идти, и сегодня мы даже попробуем с вами отыграть первую половину чемпионата России, то есть до зимнего трансферного окна. Итак, давайте познакомимся с нашей командой. Она у нас выглядит вот так вот на данный момент. Сафонов на воротах, слева у нас Скопинцев, на его замену, если что, есть Лысов, на замену Сафонова Лещук, но мы также сейчас чуть попозже поговорим еще и про Молодежную Академию. Мамана здесь, новый игрок, новый трансфер, Евгений в 75-й, есть Ордец и также Плиев на скамейке запасных. Морозов пока что без альтернатив на скамейке запасных, Биёль, Баринов и два игрока как раз их будут менять, это Моро и Фомин на всякий случай. Слева есть у нас Игбун, но и также на скамейке запасных есть у нас Грулёв. Это именно по позициям. Понятно, что Игбун не чистый левый нападающий, но самый большой рейтинг из присутствующих дает именно он на этой позиции. Максимилиан Филипп на позиции оттянутого, хотел постоянно опорного форварда, но такого не бывает. Оттянутый форвард, 79 рейтинг у него. Справа у нас Щеманский, ну и Камличенко на позицию, если что, от Филиппа. Вот мы и поговорили про наш состав, теперь переходим в переговоры и в молодежную команду. Здесь мы уже с вами в прошлом выпуске договорились с Мирантой, он совсем скоро к нам придет, вот 2 июля, сейчас у нас первая. Ну и также интересный нападающий, Пяти, это аргентинец, вот. Ну и также мог я и Байгомеса сейчас подписать, вот, но пока что я в раздумьях, вроде мы больше никого там не подписывали. Да, вот, Миранты, Мурильо к нам как раз вот перейдет еще и Пяти, так что без проблем я могу и Байгомеса подписать, на всякий случай. Ну потому что я действительно хороший игрок, испанец, да, испанец, поэтому мы его подписываем и все. 5 миллионов у нас остается на зарплату, это неплохо, и 4, почти 15 миллионов нам остается на трансферу. Так что мы сегодня с вами просимулируем, пройдем первую половину сезона. Для нас это уже второй сезон, и вот, 2 июля 2021 года к нам приходят 3 новых игрока. Сейчас, наверное, будет какое-нибудь там естественное представление, Мурильо, скорее всего, да? Да, ну это Мурильо, это понятно. Из локомотива к нам переходит 24-летний центральный защитник, и давайте знакомиться, вот, Миран, то у нас появился Лещук. Что у нас по Лещуку? Он у нас на списке трансферов, отлично, сразу. Мурильо, Мамана, это как наши новые приобретения, по возрасту все замечательно. Есть у нас Ордец, есть у нас Евгения, вот, Мурильо, Мамана и Евгений, я, скорее всего, бы на них делал акцент. Вот, кого-то мы там, походу, Плиева продали, да? Я правильно понимаю. Вот, но Ордец, пусть тогда останется, по крайней мере, мне он не мешает. Скопельцев лысов, здесь левый защитник у меня просто, вопросов никаких нет. Справа, да, нам нужен правый обязательно защитник, с опорной зоны у нас целых 4 опорника, причем все младше, либо 25-ти лет, вот, так что здесь только Байянов, 25-летний. Грулев, Пьяти, мне кажется, все нормально, у нас Игбун еще ушел, поэтому вот, Шиманский и Ибай Гомес в нападении, а нет, Игбун еще не ушел. Так, Игбун, да, он выстроен на список трактор, поэтому я, на самом деле, вот еще пока что правого для себя защитника, но нам еще находят по общему рейтингу, вот, Александр Зуев, например. Почему бы и нет, хотя мы сейчас, ну да, давай добавим в список, вот. И, если что, мы готовы даже не Пьяти продавать, а Грулева, потому что Грулева сколько там, на 22, я не знаю, за прошлый сезон. Вот он все, что отыграл, один матч всего лишь, наверное, вышел на замену, 5-5 оценку получил. Супер замены, хотя про него говорят, но я не знаю. Неплохо он стоит, причем, поэтому я бы выставил, а, он и так уже, дано, все замечательно. Так что тоже будем смотреть по тому, как вот Миранте, Пьяти, Байгомес, Зуев это нам нашли, Плиф, Мурилио пришел, Плиф ушел, вот. И, кого здесь подписал Зенит, Родриго Линдоса из клуба Интернациональ, Плиф перешел в Атлетико Тукуман, и Мурилио перешел в Московское Динамо. 5-е июля, буквально два денечка мы отдохнули без трансеров, и здесь сейчас должны повалить предложение. Давайте все-таки сначала сообщение посмотрим. Нам нашли скаут кого-то, а Каларов, кстати, из Ромы в Милан переходит. Это вот интересно. Ну, давайте посмотрим, кого нам там нашли. Правозащитника как раз в России, и это Дикман. Итальянец в Сочи, 25-летний. Ну, мне кажется, вот это вот нужно сразу нам приобретать, без всяких, потому что нам скаут нашел все такое. Попробуем за 800 тысяч на 3 года. Поехали. Первое предложение отправим, ну, почему бы и нет, тем более он из чемпионата России, тем более нам и не важно, нам нужен просто игрок, на всякий случай, на правозащитника, иначе там Морозов у нас может просто не справиться, но нам неплохого нашли. Мог я, конечно, там рассказывал сразу покупать, но я пока что много на трансеры не собираюсь тратить. Пусть мы сейчас укомплектуем полностью команду, как я хочу, и потом уже мы будем думать. Так, вот Лещук как раз. Отлично. Потом мы уже будем думать над улучшением команды. Если, конечно, нам лучше команда не предложит, вот, а так лучше команда я буду смотреть не чисто по своему мнению, а, наверное, по рейтингу команды в мировом рейтинге, там, рейтинг клубов. Но они не так сильно увеличивают, вот, стоим миллион, 50 тысяч заплатим, и почти полмиллиона у него зарплата. Ну вот, приобрели уже правого защитника, придет он к нам завтра, получается, все замечательно. Так, Лещук может уходить уже, да, в чемпионат Голландии. Так, тут в Тамбов переходит еще Кортес из Палестино. Калфон подал в отставку тренер их из Лечи. Буфон перешел в Рому. Ну, это понятно, Буфон постоянно что-то здесь про эволюши, не уходит в итальянские другие команды. Так, Лещук. Ну, давайте, все, мы уже согласны, да. Переход Лещука состоялся, 260 тысяч мы за него получили. Дикман вот пришел к нам, замечательно, ну и смотрим. Теперь переходим в план игры и понаблюдаем за нашей командой. Так, ну раз я смотрю сразу... А, да, надо Мурилию поставить вместо Орлица даже, мне кажется, лучше будет. Вот так я даже, наверное, вот сюда Маману, не знаю, почему-то Маману для меня более уверенности придает. Вот, пока что вот так вот выглядит наша команда. Давайте вот Миранты поставлю вместо Лещука. Лещука вообще вниз уберу, потому что он не сильно нам и нужен будет потом. Вот, здесь, ну, по факту нам надо будет еще двух центральных защитников найти. Если прям полностью изменять команду. Вот, но я в каждом клубе буду играть по той схеме, которую они предлагают. Я не собираюсь менять схемы, потому что, ну, я тогда буду постоянно по 4-3-3 там играть, все такое. Зачем это надо, неинтересно. Затем давайте мы в переговоры, в молодежную академию. Здесь у нас есть ВЛАР, 71 рейтинг. И есть Цесар. Один у нас голландец, другой славенец. 71 рейтинг у них. Мог бы я, конечно, и их подписать, почему бы и нет. Ну, не знаю, на самом деле. Может быть, стоит. Давайте мы подпишем, раз нам надо два центральных защитника, давайте мы подпишем одного игрока из списка, который у нас, например, есть. Это тот же нот Мурили уже к нам перешел. Вот, Спахич, я не знаю, ну, возраст сильно, 27. Вот, 22, например, Дивеева бы подписали. Давайте подадим. Шансы на успехы высоки, замечательно. И вот так. Все, к нам придет сейчас Дивеев. И одно тогда предложение я прям сразу же кину, чтобы не терять время. Это ВЛАРу как раз, голландцу нашему, 189 рост. Просто, чтобы немножечко мы и молодежную академию тоже продвигали. Потому что, вот, например, Лищука мы продали, потому что у нас есть Миранты, у нас есть Воспитанник. Мы будем продвигать молодежную школу Динамо Москва. Вот, и Лищук переходит в клуб Адо Денхак. Голландский чемпионат. Дивеев переговоры с ним. ВЛАР к нам перешел, и Лищук ушел. Все замечательно. Значит, сейчас переговоры пройдут только с Дивеевым у нас. Ну, посмотрим. Пу-пу-пру на 100 тысяч стоимости, на 35 зарплату. Думаю, соглашаемся. Нам-то чего. Вот. 2 миллиона 600 тысяч заплатили мы за трансфер Дивеева. И 900 на почти миллион у него зарплата будет у нас в год. Так что, вот. Ну, и вЛАР к нам перешел. Ну, потому что надо, надо на всякий случай. Пусть продвижение мы как-нибудь тоже там с вами посмотрим. Надеюсь, это можно будет где-нибудь отсмотреть, что именно эти игроки. Да мы по памяти можем запомнить, кого мы взяли из Молодежной Академии. Не так уж и много. Тем более, это даже реальные вот футболисты. И вот, переходит к нам Дивеев. Это реально представление Дивеева. Ну, да. Так что, все. Дивеев переходит. Ну, действительно, это понижение для него в классе. И вот Дивеев переходит в Динамо Москва. Так, Дивеев к нам присоединяется. Нам нашли двух игроков еще скауты. Кого интересно. Так, укрепление слабых мест. Ну, давайте тоже глянем, кого же нам тут нашли. Он же 28-летний, но возраст. Возраст, все. Центральный нападающий нам нашли Чалова. Вот это неплохо, но он дорогой, наверное, очень там. Ну, кстати, нет. Кстати, нет. Так, давайте я его сразу добавлю тогда. Почему бы и нет. Это на замену Игбуну, если что. Вот. Потому что я как-то не знаю. Ну, вот Дивеев перешел. Да, давайте дальше смотреть. Перейдем сейчас в команду. План игры. И дальше будем смотреть. Вот. У нас появился Дивеев, который в старт даже у нас влетает вместо Евгеньева. К сожалению. Вот. Это вот сюда. Это вот сюда. Вот так вот. Это прям сейчас второй абсолютно состав у меня должен быть. Пятти будет, да, лучше. Камличенко и Ибай Гомес. Вот. То есть вот такой у меня состав сейчас. Могу. Сразу. Я даже не знаю. А если серьезно посмотреть. Давайте сравним Камличенко и Филиппа. По прошлому сезону, например, мне тоже это очень интересно. Вот. Игбун у меня отыграл 18 в матче из 18. То есть все, что ли? Я так не понял. Ну, я не понял. Вроде как все. С левого нападения он у меня отыграл. 5,9 оценка. Один гол он забил. Камличенко один гол забил. А вот Филипп вообще ничего не забил. Вот я не знаю чисто. Может мне действительно по чистого нападающего играть. Продадим. Филиппа, тем более в реальной жизни, Филиппа отдали в аренду куда-то. Я не знаю. Поэтому давайте выставим Филиппа на трансер. Получим за него уж точно деньги. Потому что это хороший игрок. Он поиграл в Баруси, Дорфмагон, с опытом. Вот. Мы сейчас посмотрим. Объявление рейтингов национальных сборных сейчас. Мне, кстати, не приходило даже предложение. Лерис перешел в Монако. Переход его в чемпионат Франции. Но пока что вот Франция, главная сборная в мире. Филипп попал в список трансеров. Ордец перейдет в другой клуб. Пока что слухи, все такое. Так, это понятно, Грулев. Вот, наконец-то. Пришли предложения. Денежки сейчас можем получить. Так, Грулев. Да, Грулева мы же выставили. Да, выставили. И предлагает Кухар Тимбо. Вот такой интересный клуб. Ну, давайте мы... У него 7 миллионов. Я даже не знаю. Давайте компенсацию тогда. Да, давайте попробуем. 6 миллионов 137 тысяч за него. Попробуем запросить. Там уже видно будет. Так, эффект роли командный игрок. Морозов рассказывает. Это с Шиманским у него, походу, хорошая там взаимосвязь. Но они на правом фланге. Очень хорошо. Так. Что-то так бессмысленно. Вот. Повторные переговоры. Поэтому это срывается сделка или что? Повторные переговоры мне сказали будут бессмысленными. Давайте хотя бы... А, ну это все, да? Ну они неплохо все равно. Добавили хоть сколько-то там. Они же вроде 5 миллионов. Тут вот на 500 тысяч мы подняли. Ну все замечательно. Мы продали Грулева. И ждем, когда вот у нас заберут Игбуна. Джену и Хитафи, например, за него присматриваются. Вот. Ньюкасл и Штутгарт. Я бы в Штутгарт боевого отдал. Было бы вообще замечательно. Вот такие вот у нас дела. Переводим время. Все. Грулев официально перешел с Динамо в Кваритибу какой-то. Так. Мы смотрим дальше. У нас закупление слабых мест. Дриуси. Ой, какие же нам трансферы-то тут дают. Я бы Дриуси, если бы честно, хотел бы подписать. Но все-таки я думаю, либо Дриуси, либо Чалова. Вообще трудно что-то сказать. В уходе Иверка, да, Грулев. Ну что ж, посмотрим. Вот честно вот так смотреть теперь. Ну вот Игбуна мы продаем. Сюда встает. Ну сейчас, если честно посмотреть, у нас Игбун. И даже если Пьяти вместо него встанет, ну это самая слабая позиция. Поэтому давайте попробуем подписать Дриуси. Раз нам тем более нашли уже даже этого игрока. Вот. Неплохо. Ему 25 лет. Аргентинец тем более. Это вообще классно должно быть все. Не такой уж и дорогой на самом деле у нас и деньги. Так. Где ему будет отведена значимая роль? Ну вот на тебе. 10. Давайте 9900 за гол. 4 тысячи выход на поле. Ну и пятерочку типа такую за победу. Все, попробуем, попробуем. Ну это будет, мне кажется, это вот Дриуси. Это будет самый топовый трансер. Это 80+. Дриуси был у меня вариант покупки Чалова. Но вот если мы продадим сейчас реально Филиппа, то на эти деньги мы можем, вот, правильно будет подписать вместо Филиппа уже Чалова на эти деньги. Мертенс переходит в Ювентус из Наполя. Так, а здесь, кстати, вот. Слухи отрицает. Ну и не приходят нам никакие предложения. Вот Дриуси. Парарарин. Они хотят на 2 миллиона побольше. Стоимость. Ну мы потянем на самом деле, поэтому за 9,5 миллионов мы подписываем Себастьяна Дриуси, который к нам перейдет. замечательно офис главного тренера дриуси так основное программ и доходы за июль это не сильно интересно все переводим время пока что мы очень хорошо сейчас укрепляемся и так себастьян дриуси перешел в динамо дембеле переходит в атлетико мандрид дриуси переходит в динамо вообще все замечательно так нам в сборную предлагают кстати перейти так переходим в тренерскую карьеру посмотрим кином сборной вообще предлагают мы вообще не стал давайте пока что в турцию можно было бы конечно я просто туда зайду так чтобы это ушло все но я пока что буду ждать лучшего предложения понимаю что мы не заслуживаем большего но все равно вот нам присоединяется дриуси все супер находим в управление командой и дриуси теперь на стартом составе вот такая вот у нас теперь расстановочка ну как бы сейчас то все у нас весь состав укомплектован кстати и теперь надо смотреть на улучшение позиции здесь правые защитники естественно сразу выделяется именно в стартовом составе ну и давайте зайдем тогда в переговоры работу скаут что в тоже нам так игроки для отслеживания кого нам здесь находили никого особенно таких давайте работа скаутов не на подъеме теперь в россия пусть общий рейтинг он находит укрепление слабых мест тоже давайте не рассмотреть а пропустить вот и пусть тогда в европе нам еще тоже поищет укрепление слабых мест европа общий рейтинг пропустить вот будем теперь на общий рейтинг тоже смотреть но мы переводим время дальше так если выбор должен что не сможете стать главным тренером национальной сборной вы действительно хотите да я не хочу пока что тренировать какую сборную еще заморачиваться и так наступает у нас день переговоров кстати магуайр приходит в тоттенхэм филип получил предложение наконец-то и сейчас мы будем смотреть так кого нам скаута нашли укрепление слабых мест в россии общий рейтинг это петров но блин ну это 30-летний нет я как бы понимаю что общий рейтинг и именно не на подъеме нажал но все равно так а вот и по филипу пришли посмотрите 12 миллионов у него рыночная стоимость ну а мы давать тогда вот за отступные как бы скажем покупайте вот почти четырнадцать с половиной миллионов и игбун это вообще сейчас супер вы посмотрите мы сейчас давайте 4 миллиона можно ли там предложить до 4 миллиона за игбу на больше рыночной стоимости и покупка тогда чалова у нас не за горами вообще замечательно что сразу по двум нападающим у нас пришел этот запросик такой так опять кого-то здесь краснодар купил данила фернандеса потому что у них забрали сафонова им теперь надо было кого-то вот подписывать так право защитника нам нашли какого-то смольника да понятно что умеете прибудете их находить самый лучший право защитники в добавлю любой из вот вот такие хорошие игроки да у них 80 на мне бы хотелось бы сейчас 80 плюс сделать состав динамо вот пока что мы потихонечку это улучшаем чтобы даже и на скамейке запасных не было ниже 80 рейтинга все вызов национальную сборную игбун может перейти и филип там все скорее всего со всеми согласовали ну давайте посмотрим что кого за сколько филипп не за отступные но за 13 миллионов на полтора миллиона больше они предложили рыночной стоимости мы соглашаемся этого у нас сейчас уже 21 почти миллион так и игбун но все равно это выше рыночной стоимости замечательным и в плюс можно так сказать ушли почти 25 миллионов у нас ну и теперь игрок наш в списке про пропом так давайте вот древусь отсюда я уберу ну что он уже в динамо и подписываем федора чалова потому что неплохо он прокачивается в про эволюши не через два сезона мне кажется у него ну рейтинг уже 83 будет мы в какой карьере то в стримовой карьере да так что заходите тоже на стримы ставьте колокольчик чтобы их не пропускать у нас через два сезона уже в сборной россии чала 83 рейтинга через два сезона то есть уже в этом он должен был быть 83 но что-то значит не пошло что-то значит не поехало но сейчас мы посмотрим у нас сразу старт против сочи домашняя игра интересно конечно сейчас будет все это посмотреть открытие лиги ну давайте посмотрим что вы чувствуете перед первым матчем мы готовы к этому противостоянию будем так говорить не знаю насчет того как фанаты будет ли нами довольны сейчас лучше и любой результат лучше чем предыдущий будет лучше для нас нам приходит сообщение филипп уходит и их будем ушли так что к сожалению мы не успели подписать чалова вот но мы переходим все равно нас план игры так почему мора в нападении к миличенко должен хотя бы по крайней мере быть вот так и пока что неплохой вы посмотрите у нас очень даже интересный состав я могу вам сказать вот так примерно хотя бы потому что на лпзшниках у них вообще ужасные рейтинги вот так вот примерно не факт что вообще у меня все сейчас игроки получат практику потому что сейчас буду чисто на результат мы поехали пропускаем у матч и ничья 00 она нас преследует друзья она нас преследует вы серьезно сейчас если у нас так и будет дальше я надеюсь сейчас у нас будет все-таки переход чалова запланирован открытие лиги глава 2 но это все это неинтересно нам сейчас будут говорить что неплохой старт все тепло воспринимают удачный старт ну вот все замечательно так чалов она не чуть побольше естественно сейчас будут говорить так ну на миллион почти у него стоимость трансера возросла и на 100 почти 2 миллиона он хочет зарплату получать миллион 900 неплохо все мы подписали чалова вот и теперь но нам надо укреплять дальше и я бы все таки ну получается так что мы подписали сами дикмана в летом вот но у дикмана 74 рейтинг ему 25 75 у морозова ему 27 но я выставлю сейчас его на трансер и если у нас получится я бы подписал дебуиса которого нам нашли вот 27 лет хотим он идентичны как морозов но и нам на самом деле вот хватит даже на него поэтому я бы даже на она сразу бы подписал его на всякий случай потому что если потом он уйдет я не хотел бы дикмана выпускать в важных матчах пусть лучше у нас морозов будет на скамейке в любом случае вот если что дикман в любом случае практику бы сильно так много не получал вместе удостоен награды лучший футболист европы с чем мы его и поздравляем и федор чалов переходит в динамо москву хороший переход переговоры глянем моя команда это переходит чалова да да все супер другие команды дебуис ну все мы подписываем дебуиса за 6 миллионов даже дешевле нам вышел чем чалов и полтора миллиона у него зарплата но это замечательно мы деньги за филиппа еще получили поэтому вот такие дела так уж футболисты боюсь чалов так заходим теперь в план игры вот теперь у нас здесь будет чалов бегать вас баринов капитанской повязкой я вообще не знаю кому здесь надо дать капитанскую повязку чтобы типа нормальный командный дух есть что был пусть баринов будет у нас молодая конечно команда переводим время идем дальше итак переходе боиса произошел из лиона переходит игрок в динамо москву все он прибыл в расположении команды и мы приветственного так тогда мы здесь делаем пока что вы посмотрите давайте также посмотрим сейчас на поле надо нам опорника мы покупали биоле в прошлом году теперь вы видите это самый низко рейтинговый у нас игрок поэтому заходим в переговоры так право защитника но мы нашли уже поэтому так работа скаутов пусть нам еще тогда опорного здесь я думаю не стоит хотя вот здесь мы еще бы поискать бы нам именно в европе опорничка хорошего поехали посмотрим так надо было там нажать губой все-таки же перешел все неплохо неплохо мы очень хорошую трансферную кампанию сейчас провели и пропускаем так надо глянуть все ли я прям собрал здесь что у нас здесь вот посмотреть давайте будем также как и в стримовой карьере скопинцев у меня что-то вниз команду настрой вот это поэтому будем немножко сейчас ротировать так мора будет играть вместо биоле так там что у нас вместо дрюси будет играть у меня на 5 получается хотел 5 еще хуже поэтому пусть лучше так все и останется вот таким мы составом выходим на матч против рубина пропускаем и опять ничья ребят но опять ничья что же здесь происходит 11 строчка но мне кажется должно быть там яркий дебют чала впервые вышел на поле бренды и чувак то забивали забиваю там где это можно посмотреть так изменить кстати номер игрока вроде мы больше не будем никакие трансферы проводить я бы посмотрел так чалов десятый лысов почему-то девятый так а там есть где-нибудь еще манский правда так ну все ну пойдет сами выбрали такие номера все пропускаем один час тогда так нам приходит еще по переговорам но это скауты вообще замечательно укрепление слабых мест в россии нам нашли на общий рейтинг это было сантос добавлю тоже почему бы и нет вот такие вот дела там бензема куда-то что ли перешел бензема в тоттенхэм неплохо пропускаем еще один час я бы мог сразу конечно скипнуть за все время но барселона подписала роберту фирмину вот это интересно кстати но с именно этим динамо я бы сейчас бы хотел бы поборок интер покупает кивини вообще таки приходит с этим у нас там динамо я бы хотел побороться за попадание в лигу европы эффекта роли лидер миранте о сафонове ну вот это по факту миранте как у нас игрок академии берет опыт у сафоновым так щаманские здесь с морозовым общаются ну правда теперь должен любой с щаманским общаться но не суть арсенал подписал луиса альберто а у нас здесь к нам еще пришли предложение ордит это все вообще замечательно вы просто посмотрите лиц юнайтед повторные переговоры давайте еще все полтора рубанем давайте полтора так полтора да у нас все три часа кстати поэтому 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 переговоры и команда что там по ордит у но это больше в любом случае поэтому мы подписываем ордит а вот точнее продаем так 9 говорит я хочу оставить след так но нам теперь нужен правый о это центральный защитник еще один какой-нибудь я вот прям сейчас смотрю на удиве его уберу оттуда уремович 24 года 77 рейтинг у вас не осталось времени плодовым день можно считать завершенным ну замечательно под самый конец пропускаем один час до начнется и и все теперь только уже зимой к нам может перейти тот же вот уремович но у нас кстати кубок россии я надеюсь часто у нас проблем не должно возникнуть мы дошли же тогда до полуфинала вот обыграли зенит даже сборной месяца здесь никто у нас не попал сафонов плюс один к рейтингу пьяйте плюс один к рейтингу но это именно и стартового состава такого говорю из основного все смотрим переговоры здесь что у нас ордит ушел или нет евгений в трансфер на окно закрыто отлично мора хочу еще смород здесь кто предлагал вот ну а мы давай тогда перейдем у нас и деньги есть на самом деле мы подпишем уремовича как я и хотел правда это будет сейчас так учу тут смотрите они хотят клуб не желает расставаться с игроком давайте посерединке также бахнемся спокойненько так и отправим посмотрим вот такие вот дела но сейчас мы симулируем матч еще раз и все-таки гляну на всякий случай так смотрим все замечательно все замечательно все замечательно так скопинцев там но тут у лысого повыше поэтому не знаю давайте вот так пока у кого не будет низкого прямо того я и не буду смотрим дальше как у нас там бьёль а также практически поэтому не пускаем и его так а вот здесь вот да надо нам сразу это изменить у меня три центральный защитник об этом мне кажется но вряд ли кто-то из них получит повреждение какое-нибудь и поэтому вот так вот у меня будет выглядеть скамейка запасных вот морозов вообще на трансфер уже выстрел его посмотрим обуми янг перешел из арсенала в пассажир самый громкий трансфер говорят но я соглашусь с этим действительно играем мы против урала в кубке россии смотрим победа в дополнительное время мы два мяча затолкали уралу и проходим в четверть финал кубка россии замечательно пока что уремович переговоры с ним тара 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 отклонил предложение понятно баринов у нас теперь лидер и не маню мать и че нам предлагают взять так опзшником наш нам нашли в россии сначала криховяк 31-летний нет укрепление слабых мест в россии общий рейтинг барьер вот это вот уже поинтереснее на самом деле значит и действительно слабое место на составе то опорная зона ну и мать и 43-летний нет так и что она здесь все время очень переговоры провалились ну и ладно ну и не так уж сильно то и хотелось здесь еще давайте выставлю снова мне нужен центральный защитник поэтому пусть мне еще поищут на общий рейтинг именно так у нас сейчас игра против локомотива это дерби московская можно так даже сказать смотрим 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 а здесь кстати на у всех все замечательно вы посмотрите в моем стартовом самом стартовом составе и я выхожу именно таким составом так как то у меня капитан там баринов до баринов это вообще замечательно лидера тем более он получил но победа вряд ли можете сейчас быть у нас нет победа домашняя победа отлично обыграем локомотив и это наша первая победа в сезоне можно так сказать в чемпионате кубок не считается а новичок чала превосходит все ожидания ну вот мы не зря подписали потому что это было логично подписать его и продать филиппа ну что филипп ну не сильно себя ничего показывал может быть если бы я также бы симулировал филипп что-нибудь бы и себя бы показал но не знаю я считаю что ничего такого я сверхъестественного не сделал тем более раз у нас лимит можно так сказать я сделал акцент так болельщики недовольны так девеев что-то прямо вниз у него так смотрим евгений в лар естественно я на евгений во ставку сделаю дриуси дриуси но пяти выйдет все остальные так и останутся пропускаем матч мы зенитом выездная игра можем сейчас естественно проиграть до 30 нас громят и мы на девятую строчку опускаемся первое наше поражение в сезоне и так становление нового таланта мурилио лишь недавно перешедший все такой бывший юниор пяти теперь получил и обидное поражение ну это понятно да всегда так у нас игра против ротора но бьёль вместо бьёля а я даже не знаю ну давайте моро или фомина давать фомина все-таки у нас продвижение россии будет российского гражданства все такое амору кто почему здесь не показана национальность ну не суть так пьяки что-то вниз но пусть все равно еще поиграет где у меня дриуси у него писать неплохо давайте дриуси уж тогда и мы вместо чалова выходит камличенко начала вычета вниз так пошло ну и против ротора то мне кажется мы должны забивать час отлично минимальная победа домашние 8 очков уже восьмая строчка за нами так нам нашли скауты опорного полузащитника из ой ну это опять возрастной 31 год ему из лиля неплохие конечно варианты нам находят им все равно сборная месяца мамана и дриуси у нас попали замечательно два игрока бывших из зенита мурилио стал у нас лидером в клубе замечательно так эти игроки но пиать у меня к рейтингу плюс один добавил молодец и все вроде становление нового таланта дюбой из все-таки теперь нравится по ходу болельщикам все супер и мурили вот получает лидера так сейчас у нас матч против тульского арсенала смотрим 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 ну и тогда выставляем всех тех кто у нас и должен быть в команде так девеев все нормально поэтому он выходит вместо евгеньева дальше фамин убираем его хотя нет пусть так и стоит дриуси и вот чё там чалов все нормально вроде чаловым поэтому вот таким составом и выходим сейчас на игру против тульского арсенала вот кстати мы ротор обыграли я что-то не не вспомнил что это наша все-таки бывшая команда ну и как мы сыграем против тульского арсенала в ничью 0-0 на выезде девятая строчка девять очков замечательно так у нас переговоры нам нашли еще скауты какого-то игрока снова опорная зона снова общий рейтинг и это суммаре вот 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 такие-то игроки нам и нужны так 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 что я вообще хотел сделать на давайте суммаре пока что мы отставим потому что мне вот нужны центральные защитники мне их что-то пока что не находит так но раз нам нашли суммаре кстати давайте я тогда и в европе сделаю пусть он тоже центрального находит потому что у нас вот ушел в последний час буквально ордец вроде поэтому нам надо теперь залатать эту дыру даже на скамейке запасной сейчас у нас игра против ростова домашние что у нас по рейтингам здесь баринов понял вместо баринов хотя нет здесь и море на самом деле вот бьёль все бьёль будет на поле вот хотя давайте мора все мора прям стрелочка вверх поэтому посмотрим вот таким составом мы выходим против ростова ростов в валерии георгиевича карпина поехали домашняя у нас причем игра проиграли 42 вот этот матч прямо 6 мячей за матч девятая строчка все также за нами это большая честь здесь чала вызван сборную с капитанской повязкой будет дюбаи здесь что-то прокомментировал мора отрицает все слухи о переговорах вызов национальную сборную так мы переводим время дальше мамана сосредоточен в преддверии дерби у нас через два матча дерби со спартаком но все равно что нас игра против ахмата будет выездная ахмат это вообще серьезная сильная команда мамана надо его менять выйдет евгеньев вместо мору баринов ой у нас прям что-то нападающие не в форме вообще ни в какой чалов хотя бы вниз а у камличенко прям полный провал поэтому играем таким составом выездная игра мы посмотрим проиграли естественно потому что ахмат очень серьезный соперник 11 строчку теперь занимает динамо но здесь хотя бы у нас вот что-то интересное прикольное происходит они так как мы с вами играли и и смотрели как они будут бегать там и за ничью 0-0 бороться а у динамо довольно шаткое положение перед эрби но мамана полон оптимизма шесть номинантов на лучшую долю смира наибольшие шансы имеют игроки клуба манчестер сити их целых шесть среди которых дебрюйн и стерлинг или нет как я понял в нем не менее 6 игроков из манчестер сити или 6 всего номинантов и 2 из манчестер сити этого дебрюйн и стерлинг так морозов получил предложение замечательно сборном месте никто из нас не попал ежемесячный отчет мама на плюс 1 9 плюс 1 бьёль плюс 1 а фернандес это молодежка скорее всего нам пришло предложение из клуба сочи сочи идут на 13 строчки я бы вряд ли бы туда перешел потому что я сейчас полностью строю команду и максимум могу перейти сейчас в команду но я даже могу это посмотреть рейтинг клубов где вот мы сейчас так рейтинг моей команды мы на сто восьмом месте ну вот сочи находится на сто тридцать первой строчки а мы на сто восьмой поэтому вряд ли бы я туда перешел я строю действительно свою команду поэтому здесь какие-то предложения вот пошли по морозу например да в ростов мы будем сейчас естественно полтора миллиона просить хотя этого даже не получится давайте миллион двести хотя бы и переводим время у нас игра против урала смотрим на нашу расстановку на наши формы здесь так мама она возвращаетесь в этот сбор в этот состав так вместо фомина давайте мора будет ну и морозов на пике я могу морозова выпустить будем тоже так иногда под выпускать посмотрим домашняя игра против урала и ничья правда результативный 11 но мы поднялись были на линзе так понимаю сейчас на десятую строчку поднялись последние два матча вы проиграли не беспокойтесь насчет дерби я думаю мы справимся с волнением будем так лучше отвечать но не факт что мы прям точно победим дерби это особенное событие опять с маман и здесь поговорили так морозов переговоры скаут нам еще зубера нашел и там что-то помора вроде на так морозов миллион сто мы принимаем нам хоть какие-то это лишь бы деньги и нам нашли вот моро так сколько моро лет 23 года ему у него средняя оценка 5 5 моро хорват не так часто он за нас правда играет и мы предлагаем сельта перейти тот же фамилии и здесь у нас есть интересные игры мне кажется все равно нам надо будет до продавать моро потому что с омаре я буду покупать опорника нашли его уже потому что это вроде наше самое слабое место добыла в команде учет смотрели поэтому да давайте начнем переговоры 5 800 рыночная стоимость давайте 6 миллионов попробуем взять сельты и как раз на эти деньги мы если что и подписали бы с омаре зубер ставим зубер француз почему-то какой-то другой что ли серьезно но неплохой посмотрите ему 22 года что он себя вообще представляет как петрун стоит ребята вы просто посмотрите 82 рейтинг я добавлю в любом случае таких денег у нас мне кажется в жизни будет так накануне финала ходит завел что команды нам разучилась победить я такого вообще не говорил я такого не говорил коверкует мои слова так давайте вместо мороза у дюбейса все-таки бьёль где у меня бьёль бьёль также как и мора но нам рейтинг важен на самом деле вместо чала выпускаю камличенко и ибай гомеса вместо щеманского вот таким самым выходим против спартака выездная игра в дерби надеюсь на ничью хотя бы ну-ну 4-0 нас выносит спартак 11 строчка за нами офис главного тренера мор переговоры там чё-то чё согласились все отлично и нам еще луиса филиппа вот луис филиппа это хороший игрок на самом деле надеюсь не сильно дорогой он для нас будет в латсо вроде он играет до 24 года ему ну-ка подадим посмотрим вот этот хороший гроб мы прямо правда сейчас весь бюджет на него потратим но ничего 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 укрепление нам должно быть потому что я смотрю мы что-то много стали пропускать мне это вообще не радует вот морозов у нас переходит до в ростов и мора они согласились подписать его и все продажа пошла все у нас замечательно и тогда я сейчас прям сразу луиса филиппа и подписываю 24 года ему бразилец зарплату мы все подтянем он настроен на самом деле это вообще замечательно когда игрок настроен подписывать контракт с нами это супер так дальше у нас игра с химками но мы смотрим на дух здесь командный давайте пока будем выпускать морозова пока он все равно в команде почему бы и нет чалов и щеманский вот так вот да мог я конечно с евгений выпускать но не знаю смысл буду все таки на рейтинг игроков все таки отталкиваться в среднем мы проиграли даже химкам дома 20 опускаемся на тринадцатую строчку что-то нам по ходу надо было валить вместе получать золотой мяч и а это значит уже декабрь и значит скоро наш выпуск подходит концу я сказал так что будем до зимнего трансферного окна вместе лучше футболиста сега семеона лучше тренер мира луис филиппы там цену подняли чё-то миран ты плюс один к рейтингу все вроде ну давайте давайте поговорим сейчас луисом филиппы на миллион практически стоимость хотят поднять его ну и зарплата миллион восемьсот ну вот такой вот интересный игрок нам придет в зимнее трансферное окно и так это будет жаркая схватка динамо против цска причем для нас это опять выездная игра так вот выпускаем мы евгеньева вместо девеева давайте может быть стоит нам отталкиваться от действительно вот этих показателей почему бы и нет не буду чалова выпускать против все бывшие команды посмотрим как отыграем проиграем сейчас естественно 20 супер опускаемся на тринадцатую строчку мы даже по вроде прошлый сезон игру на одиннадцатой строчке закончили что-то у нас пошло не так что вообще не знаю команда у нас очень хорошая я бы так бы не выносил сейчас но вот что-то не получается вот тамбов уфа краснодара не знаю может быть получится что-нибудь здесь торина нам предлагает кстати перейти торину соединяем о команде так нет мне бы хотелось бы в таблице бы все таких посмотреть так италия серия а торе но торе на тринадцатая строчка у них а а сейчас мы глядим на саму команду вроде это можно да в тренерской карьере даже глянуть да это реально нам торина предлагает так план игры ну я не знаю на самом деле но мы запомним на всякий случай что вот нам торина предлагали если что мы бы в следующем сезоне бы отправили лично сами им предложения но пока что я не хочу я хочу посмотреть что у нас выйдет в динамо поэтому еще по сезону я здесь бы отыграл евгениев из хитафи приходит предложение но нет зачем нам продавать евгениева если у нас выходит иногда на поле сейчас у нас игра против тамбова домашние вот так вот час отыграем поехали даже поражение тамбову мы опускаемся уже на пятнадцатую строчку это что вообще сейчас происходит я сейчас в любом случае если бы перешел бы даже в сочи напишите кстати в комментариях хотите ли вы чтобы я перешел либо в сочи либо в тарина потому сейчас есть такая возможность два клуба нам предложили что вообще произойдет динамо мне кажется не взлетят что-то это знаете какой-то баг может быть вот поехали у нас выездная игра против уфы 4040 мы выносим на выезде и 13 строчки теперь за нами замечательно так лучший футболист азии посмотрим сейчас кто получает эту награду арнаутович наверно нет сергио сергио суарес динамо москва теперь занимает что девятое место было сто восьмое вроде лучший футболист южной америки это гала и нам еще и тамбов и хакуриц декордова тамбов и хакуриц декордова тамбов и хакуриц декордова что там предлагают но тамбов то повыше идет чем даже сочи я не знаю на самом деле все будет естественно зависеть от вас так как вы решите так и будет лига бета дима йори вообще на колумбийской на на какая-нибудь лига нам предлагает но я бы хотела на самом деле прям в клуб чемпионат россии куни получше пивите вот он тот же зенит спартак цска краснодар локомотив все такого рода для меня ничего нет важнее команды ну что же посмотрим сейчас у нас игра против они сейчас сюда когда там игра будет так вы отказались а давайте вот на этом и тогда и закончим все на этом решении все после этого вы мне напишите в комментариях хотите ли вы чтобы куда-нибудь уходил напомню кто нам еще раз предлагал а это сочи тарина тамбов и хакуриц декордова все зависит от вас ребята совсем скоро выйдет продолжение нашего это получается уже второго сезона карьеры за тренера сам был андрей канал футбол это жизнь обязательно подписывайтесь на канал ставьте лайки не забывайте нажимать на колокольчик чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы до новых встреч друзья всем до свидания а а а а а а а Субтитры сделал DimaTorzok